Всем большой привет! Готовим после праздничный супчик. И это не уха. В нашей семье это солянка, потому что солянку все просто обожают. И говорят, что моя солянка самая вкусная. Так ли это, я не могу сказать, поэтому попробуйте, приготовьте и обязательно напишите в комментариях, так ли это. Ну и поделитесь, как готовите солянку вы. Оставайтесь со мной. Почему я готовлю солянку после праздников? Ну, во-первых, потому что это очень вкусно, а во-вторых, если покупать для солянки что-то специально, то получается дороговатый супчик. А вот после праздников остается много мясных изделий, нарезка, всего по чуть-чуть. Поэтому, если остается что-то докупить, то всего немного. Самое главное, заранее отварить мясо и чтобы у вас был готов бульон. Я отваривала мясо для салатов. У меня остался небольшой кусочек, это говядина отварная. И, соответственно, говяжий бульон, он уже готов. Что касается мясных изделий, состав здесь необязательный. Самое главное, чтобы присутствовали копчености, чтобы мясные изделия были разнообразные, чтобы фактура у мясных изделий тоже была разнообразная. У меня здесь всего 8 мясных изделий различных. А теперь все нарезаем. У меня здесь бекон сырокопченый. Режем его не мелко, достаточно крупно. Вместо бекона что можно взять? Корейку, грудинку. Все по вашему вкусу и по наличию. Сервилат варенокопченый, небольшой кусочек. Строгих пропорций здесь нет, тоже все по наличию, по количеству. В зависимости от того, что у вас имеется в холодильнике, режем некрупными кусочками. Салями. Режем аналогично. Друзья, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мое сообщество ВКонтакте. У меня много простых и вкусных рецептов на каждый день и к праздничному столу. И, кстати, в моем сообществе ВКонтакте вышел рецепт изумительно вкусного цитрусового пирога. Его еще нет ни в одной моей соцсети. Поэтому заходите прямо сейчас, смотрите, готовьте с удовольствием. И делитесь комментариями и вашими отзывами. И еще копченая колбаса, не помню, как называется. Тоже небольшой кусочек, режем аналогично. Сосиски вареные и охотничьи колбаски режем кружочками. Вообще, я придерживаюсь того, что очень вкусная солянка получается в том случае, если в ней, в ее составе есть хотя бы 7 видов мясных изделий. Режем. В сковороде разогреваем небольшое количество растительного масла. В первую очередь слегка обжарим бекон. Либо в вашем случае это может быть корейка или грудинка. Когда бекончик чуть-чуть начал золотиться, отправляем туда все остальные копчености, сервелат, салями, колбаску копченую. Сосиски пока не отправляем. И быстренько все это обжариваем вместе. Ну вот, колбаски слегка подрумянили, жирок подтопился, засушивать мясные изделия не нужно. Теперь снимаем их со сковороды, перекладываем пока в отдельную тарелочку. На этом же ароматном масле слегка обжариваем сосиски и охотничьи колбаски, чтобы они немного подрумянились. Все это дело перекладываем к остальным мясным изделиям. Масло, на котором обжаривали колбаски, не выливаем, оно нам еще пригодится. Я уже здесь порезала небольшим кубиком репчатую луковицу. Далее берем огурчики. У меня вот такие маринованные корнишоны. Ну, не обязательно использовать корнишоны, можно обычные домашние огурчики. И режем их произвольно, но не крупно. Консервированные шампиньоны. Можно взять резанные, но у меня были целые, баночка, поэтому я их порежу. Помните, я говорила, что масло нам еще пригодится? Так вот, отправляем на сковороду лук и слегка его подрумяним. Лук слегка подзолотился. Кстати, я уже поставила разогреваться бульон в кастрюлю. Теперь отправляем на сковороду грибочки и огурчики. Вот так. И все вместе это прогреваем. Минутки три я обжаривала все вместе. Тем временем порезала помидор кубиком. Теперь отправляю помидор к остальным продуктам на сковороду. И все вместе это буду обжаривать до выделения жидкости из томата. Тем временем бульон уже закипел. Он у меня, кстати, слегка подсоленный. Отправляю туда все копчености. И пусть это у нас все пока варится. Томаты стали мягче. Что мы теперь делаем? Добавляем сюда томатную пасту. Томатная паста у нас, конечно же, для цвета и для вкуса тоже. Добавляем. Все это перемешиваем. Томатную пасту прогрели вместе с содержимым. Теперь вливаем сюда огуречный рассол. Вот так. Огонь можно сейчас убавить. Для баланса вкуса добавляем сахар. Немного. Но сахар нужен обязательно. Все это дело перчим. У меня смесь перцев. Можно просто черный молотый перец использовать. Можно черный и красный перец. Все по вашему вкусу. Все это еще раз перемешаем. Накрываем сковороду крышкой. И будем все это дело тушить примерно минут 5-7. Тем временем режем отварное мясо. Это может быть и курица, и свинина. Но мне больше всего нравится с говядиной. Отварное мясо режем просто кубиком. Сильно крупно не нужно. Вот такие кусочки примерно получаются. Карбонаты, варено-копченую говядину, режем соломкой. Все эти продукты мы будем закладывать в кастрюлю одновременно. Маслины я не мельчу. Режу их вот таким образом на 3 части. Овощи с грибами дотушились. Теперь отправляем в кастрюлю подготовленные мясные изделия, порезанные. Доводим до кипения. Как только закипело, отправляем в кастрюлю зажарку. Я пока не солю солянку, потому что все продукты содержат соль. Вот когда все это вместе проварится, вкусы объединятся, тогда мы попробуем. И уже по необходимости будем либо подсаливать, либо нет. Сразу же отправляем сюда маслины. И проварим минут 5. Я попробовала слегка, подсолю. Я еще сюда вливаю оставшийся огуречный рассол. В описании под видео я обязательно укажу, сколько каких продуктов у меня ушло для приготовления солянки. Добавляю, снова довожу до кипения. Кастрюлю закрываю крышкой, выключаю огонь и дам солянке настояться хотя бы 5 минут. Такой момент. Я в свою солянку картофель не добавляю. Добавляю его только в том случае, когда мясных изделий недостаточно, и мне нужно загустить суп. Но сегодня их вдоволь. Ждем. Какая же аппетитная, ароматная соляночка получилась. Можно еще, кстати, в процессе готовки прям в кастрюлю добавить лимончик, но я предпочитаю по-другому. Добавлять лимон непосредственно перед подачей. Подаем. Конечно же, добавляю лимон, сметанку. Ну, кто как любит, кто-то ли ест без сметаны. И все это посыпаю рубленной зеленью. У меня зеленый лук и молоденькая петрушка. Не передать словами, насколько вкусно. Обязательно приготовьте по моему рецепту и делитесь в комментариях, как готовите солянку вы, так или иначе. Если готовите иначе, то настоятельно рекомендую попробовать приготовить именно так. Всем желаю приятного аппетита, хорошего настроения. Готовьте с душой и с удовольствием. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok